Бандара ненавидел христиан. Ему не нравилось, что они верили в то, что мир сотворил Бог, и что Бог может прощать грехи. Он думал, что и то, и другое невозможно. Однажды все в его жизни изменилось. У Бога есть для меня план. Он использовал одного христианина, чтобы я смог измениться. Этот человек помог мне справиться с моими проблемами. Благодаря Ему я узнал о Божьей благодати и увидел Его любовь. Вот почему я стал христианином. Приняв Христа и крестившись, Бандара захотел делиться полученным светом с другими. При исполненной этим желанием он решил стать пионером глобальной миссии. Он хотел знакомить людей с Иисусом и однажды основать новую церковь. День за днем его желания и стремления рассказывать об Иисусе становились все сильнее. Изменения в жизни Бандары заметили его друзья и его семья. Он ходил по городу и делился с людьми любовью Христа и истинной о прощении. В конечном итоге поведение Бандары привлекло внимание многих, но не в самом хорошем смысле. Его регулярные посещения встревожили группу людей, которые были уверены, что все это не приносит обществу никакой пользы. Большая группа молодых людей задумала избить Бандару, чтобы он прекратил свою деятельность. Эти молодые люди поджидали его на дороге, по которой он по обыкновению возвращался домой. Они преградили ему путь и избили его. Бандара считает этот день самым сложным событием в своей христианской жизни. Я закрыл лицо, чтобы защититься. Как минимум двое людей непрерывно избивали меня на протяжении 15 минут. После этого я почувствовал, что они наконец-то выдохлись. Они били меня шлемом по голове. И я в этот момент молил Бога, чтобы у меня не осталось синяков. И после этого, когда я добрался домой, я посмотрел на свое лицо. На нем не было ни царапин, ни синяков. Бандара пережил несколько таких тяжелых эпизодов. Но его вера была тверда. Когда об этом узнали другие люди, многие поддержали Бандару, потому что были уверены в том, что он хочет помочь обществу. Огромное желание и стремление Бандары приводить еще больше людей к Иисусу растет с каждым днем. Если мы не будем благовествовать, то кто будет это делать? Бог избрал нас. Он обращается к нам с призывом. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И мы должны пойти. Давайте будем молиться об Андаре и других пионерах глобальной миссии, которые служат, несмотря на риски, связанные с их преданностью Божьему делу. Благодарим вас за поддержку глобальной миссии. Вы помогаете основателям церквей по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok